В Тверской области продолжается выдвижение кандидатов на предварительное голосование Единой России. По состоянию на 13 апреля в региональный оргкомитет подано 26 заявок, в том числе 19 на предварительное голосование в законодательное собрание Тверской области и 7 в Государственную Думу Российской Федерации. Об этом сообщает информационный центр регионального оргкомитета партии Единая Россия по проведению предварительного голосования. О ходе выдвижения кандидатов расскажет наш корреспондент. Среди подавших заявки есть действующие депутаты и новые лица. Члены партии или ее сторонники беспартийные. В числе подавших документы в Рио заместитель секретаря Генсовета Единой России Владимир Васильев, председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, депутаты областного парламента Александр Клиновский, Артур Бабушкин, Константин Буевич, Руслан Лебедев. Также заявки подали журналист Дмитрий Герасимов и депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. По мнению Александра Клиновского, праймерис — это своего рода вступительный экзамен. Это то мероприятие, которое позволит, во-первых, мне как действующему депутату отчитаться о проделанной работе за последние пять лет, и как кандидату уже это мне позволит пройти вступительный экзамен. Вот это, я считаю, это праймерис. Это для того сделано, чтобы был полностью раскрыт потенциал именно депутатского корпуса. Руслан Лебедев считает, что предварительное голосование покажет, насколько население поддерживает того или иного кандидата. По словам депутата регионального парламента, несмотря на тяжелый пандемический год, удалось решить ряд важнейших задач. Впереди — серьезная работа по газификации территории. В прошлом году было подписано серьезное соглашение с «Газпромом», которое «Газпром» будет выполнять и даст, я думаю, что эта история даст вообще толчок к развитию Юго-Запада очень серьезного, во многих направлениях. Это и касается и ЖКХ, и туризма, и развития предприятий, промышленных площадок, и личное развитие подсобного хозяйства в том числе. Напомним, что выдвижение кандидатов на предварительное голосование продлится до 29 апреля 2021 года включительно. Каждому из участников данной процедуры будет необходимо снять и опубликовать два видеоролика с информацией о себе и о своей программе. Само предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронном формате. Для тех, кто предпочитает привычный способ голосования, 30 мая с 8 до 20.00 будут открыты избирательные участки.